В скором времени на израильском рынке потокового телевидения появится еще один игрок. На выставке потребительской электроники в Лос-Анджелесе компания Netflix объявила о расширении своего сервиса. Развлекательный контент будет поставляться израильским пользователям на английском и арабском языках. Пока без иврита. Вопрос в том, как появление нового игрока отразится на уже существующих. В студии со мной специалист по международной торговле и интересам потребителей. Представитель академического колледжа Сапир, доктор Вилли Авраам. Доктор Авраам, шалом. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть настоящая потребность в еще одном игроке на рынке телевидения в стране? Прежде всего, если мы посмотрим на тарифы компании и подумаем, за что мы платим и сколько, то получается, что платим мы очень много и место для еще одного игрока, безусловно, есть. Сегодня семья может сэкономить до полутора тысяч шекелей в год. Но вопрос в том, почему не появляются на рынке новые израильские игроки, почему нам нужен кто-то извне. Сегодня при существующем уровне развития инфраструктуры можно спокойно работать из Соединенных Штатов и транслировать на Израиль, точнее, передавать контент. И израильским предпринимателям это сделать труднее. Что такое Нетфликс? Расскажите об этой компании. Само название компании состоит из двух частей. Нет это сеть, Фликс это фильмы. Компанию создали двое энтузиастов, два молодых парня. Уже в 2008 году эта компания заключила соглашение с такими компаниями, как Иксбокс. И уже в следующем году они начали деятельность за пределами США, в Канаде, Южной Америке, Европе. В прошлом году начали работать с Японией, в этом году с нами. У них миллионы зрителей во всем мире. Это очень серьезный игрок. И я объясню почему. Потому что это одна из немногих компаний в Соединенных Штатах, которые смогли свалить гигантскую сеть Blockbuster. Что интересно, что Blockbuster могла купить Нетфликс и отказалась от этой возможности. Сегодня у нас нет компании Blockbuster. Но есть ли у Нетфликс фильмы и сериалы, которые нужны израильскому зрителю? Ну, прежде всего, у них очень много интересного контента. И у многих израильских зрителей был доступ к материалам Нетфликс через ЕС, через Ход. У Нетфликс гигантская библиотека фильмов, 20 с лишним тысяч названий по очень невысоким ценам. За 10 долларов можно посмотреть два фильма. Это называется стандартный пакет. И при том смотреть фильмы в высочайшей резолюции. Да, это 10 долларов. Это тариф не за два фильма, а в месяц, когда можно смотреть по два фильма каждый вечер. И у нас ситуация пока другая. Мы начинаем платить по 30 шекелей в месяц за видео-он-деманд, но все остальное за дополнительные деньги. Я приведу еще более серьезный пример. Если я хочу заказать просмотр фильма в субботу, то мне придется заплатить за 8 шекелей как минимум за один фильм. А здесь у Нетфликс 32 шекеля стоит базовая программа. И смотри, сколько хочешь, когда хочешь. Но только английский и арабский... Да, пока ситуация такая. Генеральный директор Нетфликс хочет посмотреть, как это примет израильский рынок. И если прием будет теплый, что называется, то они проведут стандартизацию и начнут снабжать фильмы титрами на иврите или дубляжом. И когда это произойдет, то у наших главных распространителей контента будет очень серьезная проблема. А что это даст Нетфликсу? Что дает этот небольшой рынок такой крупной компании? Мы же не такое уж ценное приобретение. Я немного подумал над этим и полагаю, что они хорошо сделали уроки. Они поняли, что здесь есть действительно реальное место для третьего игрока. Из-за того, что игроков слишком много, то клиенты массово перемещаются между компаниями. Такая ситуация у нас существует на рынке мобильной связи. То есть, такая ситуация толкает на снижение цен. И сегодня я мог бы посоветовать нашим двум игрокам, во-первых, предложить больше контента, предложить стриминг и снизить тарифы. Пока Нетфликс не представляет для них серьезной опасностью. Но как только появится перевод на Еврип, начнется бегство зрителей. Сегодня в сети есть огромное количество потокового контента, который можно смотреть бесплатно. Зачем нужен Нетфликс? Ну, во-первых, есть вопрос авторских прав, интеллектуальной собственности. Бесплатного контента во много раз меньше, чем платного. У Нетфликса есть свое собственное производство фильмов и сериалов. То, что базовый пакет стоит 8 долларов, это превращает пиратство в непривлекательный бизнес. То есть, отдать деньги, которые стоят кофе с булочкой пару раз в месяц, и жить спокойно, это стоит денег. В Нетфликс приходится... В Нетфликс не приходится ждать выхода любимого сериала, нового сезона и ждать неделю за неделей. Они выпускают все сразу в сеть. То есть, не только другие тарифы, но и другая система работы. Они меняют правила игры на рынке. Что же, очень мило. Но каким образом это окупается? Во-первых, они работают на количество, на объем. Пусть цены очень низкие, но объем гигантский. Сотни миллионов зрителей. И если добавится еще миллион, еще отдаст по 8 долларов в месяц, то, в общем, без особых усилий пока что, они получат очень приличный доход. А для нас, для нашей маленькой страны, это будет огромная перемена. Не нужно, при этом, не нужно покупать никакой конвертер или декодер. Вы просто сгружаете аппликацию и получаете доступ. В чем отличие от ЕС или от Cellcom Television? Можно смотреть на любом устройстве. В Cellcom Television, например, только телефон или планшетный компьютер. А почему Netflix до сих пор не работает с Apple? Не могу сказать вам почему, но... Я читал достаточно много комментариев владельцев Apple-овских устройств. Но спасибо. Спасибо и вам.